Берег Волги в Тольятти на несколько дней превратится в концертный зал под открытым небом. Традиционный девятый международный музыкальный фестиваль классика над Волгой в этом году предстал перед зрителями в обновленном виде. Ему дали новое имя Тремоло, но суть осталась прежней. Это все та же классика, только ярче, современнее и шире. Под открытым небом, в окружении Жигулевских гор, Волги и Соснового леса. Пожалуй, это лучшие декорации для праздника музыки и искусств. За время существования фестиваля на его сцене выступили десятки российских и зарубежных артистов. В плотном графике они находят время, чтобы приобщить к высокому искусству тех, кто не может посетить ведущие оперные театры. Фестиваль давно стал визитной карточкой и города, и области в целом. Это туристический поток, это узнаваемость, это, соответственно, возможность привлечения каких-то серьезных партнеров. Вообще сегодня это тренд на уровне Российской Федерации, Минкульт России очень серьезно относится к совмещению туризма и культуры. Вот это тот самый случай, когда это совмещение очень удачно произошло. В этом году над Волгой звучит все та же классика, только с именем Тремоло. В основу названия лег музыкальный прием. Легкий, стремительный. Именно таким фестиваль видят организаторы. Тут нет строгих правил. Слушая музыку, можно ходить, общаться и даже перекусывать. Никто не сочтет это дурным тоном. Фраг вечерней платья тоже не в списке обязательных нарядов. Мы не такие снобы, стабильно сели и начали играть. Мы говорим о том, что мы экспериментируем, мы говорим о том, что мы постоянно двигаемся, делаем что-то новое, что-то постоянно изобретаем. И у нас на сцене и оперета, и опера, и постоянные перформансы, и даже рок был в прошлом году. В день открытия на фоне речных просторов солисты и музыканты Казанской государственной консерватории, музыкального колледжа, а также театра танца «Сайдаш» представили мюзикл «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Гостей из Татарстана по праву можно назвать преданными друзьями фестиваля. Вот уже который год они привозят олетенским зрителям новые произведения. Очень горды тем, что нас не забывают и стараемся оправдать доверие. Мы очень рады, что на такой площадке приходится нам работать в необычном формате, на природе, в вечернем таком спектакле. Это очень интересные новые ощущения, новые впечатления. Классика может быть современной. В этом парадокс и миссия фестиваля. Сюда приезжают и всемирно известные мэтры, и молодые начинающие артисты. Для многих это путь к успешной карьере. Мне как студенту консерватории участие в такого рода фестивалях очень важно в плане того, что я набираюсь опыта, я пробую себя как артиста. И при живых зрителей, при живых эмоциях на такой красивой и замечательной сцене. То есть, конечно, для меня это большой опыт. Фестиваль продлится пять дней, а точнее вечеров. В понедельник репетиции. В остальные фестивальные дни зрители ждут выступления гостей из Ярославля. Они приедут в Тольятти впервые. Команды из Санкт-Петербурга, музыканты работают в стиле кроссовер. Солистов и музыкантов симфонического оркестра Самары. И, конечно, Тольяттинской консерватории. 23 июня праздник музыки завершится пышным гала-концертом. Оксана Штоль, Андрей Костомаха, Новости губернии, Тольятти.